Вот теперь идёт запись. Вот, Маша, привет тебе! Как ты себя чувствуешь? Как твоё настроение? Когда тебя вижу, у меня прекрасное настроение. Ты туда смотри, туда смотри. Пусть я полюбуюсь с тобой. У меня прекрасное настроение. Да, пусть я полюбуюсь с тобой. Давно все соскучились. Маша Собо. Маша Собо, супермозг наш. Да. Что бы мы без тебя делали, Маша? Я вот даже представить себе не могу. Что бы мы без тебя делали? Ну, иди сюда, иди сюда. Пусть я полюбовится. Ну, иди на минуточку. Ну, буквально. Буквально. Я уже столько минуточек здесь была. И во всех тренингах. Мы с Машей ходили. Вебинарах. 20 лет уже прошло. 17 лет. На телевидении выступали. На радио. На радио выступали. Где только мы с Машей выступали. Делали вебинары прекрасно. А её дедушка был создателем Института Сербского. Правильно я говорю? Нет. Он был директором. Директором. Первым. Нет, не первым. Не первым. Вы хотите? Нет, он во время Сталина был. Во время Сталина был. Сталинских реперессий он защищал евреев своих. Ну, он защитил евреев и получил инфаркт, да? У него было 4 инфаркта. 4 инфаркта. Да, и 5 инсультов что-то. И 5 инсультов. Как его фамилия была? Бунеев. Бунеев. Так он был директором Института Сербского. Да. При Сталине. А кто был до него? Я не знаю, кто был до него. Ну, я думал, он создал Институт Сербского. Но это не важно. До него очень многие были. А, до него ещё очень многие были. Это зелая плеяда, конечно. Но Бунеев был директором Института Сербского. Представь себе. Самый трудный период. Самый трудный, когда было против евреев. Гонение. Гонение, дело врачей, да? Да, во время дела врачей. Да, это когда он. Его вызывали на Лубянку, его пытали, скорее всего. Но он не говорил об этом. Но человек, получивший столько инсультов и инфарктов, наверное, подвергался гонениям. Вот, и он сказал, отдам всех русских, но ни одного еврея, вы у меня не короче. А он еврей был? Нет. А он сам не еврей был. А зачем еврей? У нас только европейские все корни. Маша-то у нас собата. У меня нет русских корней. У меня вообще русской крови нет. А ты кто вообще у нас? Итальянка, француженка, немка. Слушай, а я думаю, ну... Фамилия у меня французская. Французская Собо, Собо. Благодаря моему папочке. А папочка твой чем занимался? Мой папочка был изобретателем. Так. Работал на оборонку, как все. Ну, понятно, да. Но он такой изобретательный был очень. Творческий человек. Я маму знаю, Машенька. Его много изобретений. У мамы очень хорошие, у Машеньки. Мы дружили. Но сейчас просто времени нет возможности. Но папа у меня был великий, добродушный. Папа тоже я видел. Очень добрый человек, которых сейчас таких людей не делал. Да, да. Маша тоже очень добрая. Пришла сразу мне хорошие слова. Я не добрая, честно скажу, я не добрая. Я взяла, как кто-то сказал из друзей моих родителей, я взяла самые лучшие от родителей. Но я смесь. У меня гремучая смесь. Но Маша у нас кончила... У меня три образования. Ну, скажи, скажи, я же хочу, чтобы все вспомнили. А меня все знают. Кому надо, меня все знают. Это правильно. Кому надо, я теперь хочу познакомиться с кем тебе не надо. Я шучу. Самое главное, что все знали. Мы с Хасаном Гомедовичем сделали несколько вебинаров, которыми я горжусь. Да, это было... Это было, ну, не так давно. Но они как раз систематизированы так, как я люблю. Они продаются в магазине у Хасана Гомедовича на сайте stress.sul. У меня магазина нет, у меня интернет там, где можно купить какие-то вебинары. Это интернет-магазин. Книги и так далее. Интернет-магазин. И я за каждый вебинарчик просто ручаюсь, потому что там настолько все хорошо изложено. Слушай, тут дело не в этом. Тут дело в том, что Маша, она у нас испытатель. Она применяет ключ, она там много чего она делает, и разные методы тоже знает, но ключ считает самым лучшим. И еще она считает меня самым великим из ученых. Почему? Я преклоняюсь, конечно. Хасан Гомедович, ты гениальный человек. Не потому что он мой учитель, этот человек, который огромного кругозора, широчайшего, большая умница, талантливейший человек. Такие люди рождаются, их единицы. Их единицы. Такая женщина умеет про мужчину сказать, да. Нет, ну я знаю, 17 лет. Я хочу вам напомнить, кто не видел. А если новичок, который нас сейчас смотрит и не знает, чем мы занимаемся, может найти на YouTube-канале Маши, как она была после травмы, после травмы, она упала и... У меня был перелом шейки бедра, сложнейший. И я сделала упражнение на базе. Она в гипсе была, нога в гипсе была. Я на костылях ходила. Я восстановилась очень быстро, благодаря методу саморегуляции ключ. И такому известному доктору в свое время Попову, который оказался учеником Хасаи Магомедовича Алиева. По методу ключ. Бой друг, да. Причем Попов... Замечательный, замечательный доктор. Да, он работал на государственном уровне. Он восстанавливал людей. У него огромное количество наград. И, как оказалось, он приезжал к юным мальчикам, к Хасаму Магомедовичу. И на его базе, на базе ключа, создал свои приемы. Поэтому я очень быстро восстановилась. И всегда, когда вижу, даже в транспорте кого-то, я стараюсь помочь. И люди всегда благодарны, потому что эффект просто потрясающий. Да. Несколько, несколько несложных приемов, которые вам не будут вас перегружать, не доставлять вам боли. Я выходила на костылях. Молодая, красивая девушка. Да. Я садилась в парке, делала несколько буквально движений. Я за два месяца, я сняла костыли и приехала первым делом к Хасаму Магомедовичу. Можно перегружать эти бедра. Это же потрясающе. Ну, это просто люди, которыми я горжусь, потому что тут самое главное – сила духа. Ключ – это уже инструмент. Да, мы все равно, у нас у всех своя судьба. И нет такого, что вот мы можем… Ну, все бывает в жизни. Важно преодолеть это. И выйти победителем. И поделиться этим с другими. Да. Ох, как ты хорошо говоришь. Не зря ты МГИМО кончила. Какой там факультет у тебя был? Какая разница МГИМО? У меня уровень сознания. У меня прадедушка был великим психиатром. Мне передалось все. Я много философии изучала. И я все соединила. С Машей спорить бесполезно. А зачем спорить? Нет, нет. В истории никогда не рождается истина. Конечно, только в дискуссиях, где нету никакой конкуренции, самоутверждения никаких. Лучше вопросы задавайте, друзья. Кто не знал, теперь знает, и не говорите, что вы не слышали об этом. Да. Правильно, Юрий? Да. У меня есть мой контент. Ну, скажи, скажи, пожалуйста. Переходите на контент Маши Собо. Друзья, мы всегда с вами, друзья, продвигаем. Я открываю там методологию. Да. Что долгое время мы засекречивали, держали ее. Вот у меня есть десятилетней давности, правда. Но она актуальна, это база, метода, ключ. И вы почерпнете оттуда очень много. А у нас таких... Очень много полезного. Как Маша Собо, больше нет. Нет, Маша Собо одна. Да есть. Ну, Хасан Гомедович, ну, не надо лезть. Женщины все уникальны и неповторимы. Да нет, ну, не надо лезть. Просто все, кто занимаются ключом в той или иной степени, все равно он изобретатель. Правильно. Вот. И все мы изобретаем какие-то свои приемы, которые подходят именно нам, и мы ими делимся. Так же, как и дети Хасану Гомедовича. А вот. А я недавно видел в фильме, в фильме каком-то видел, как дама была в гостях у великого художника. Этого художника звали, ну, самый великий испанец. Кто у нас? Сальвадор Дали. А? Сальвадор Дали. Нет, не Сальвадор Дали, а другой. Великий испанец. Пикассо. Пикассо. Да, Пикассо. Она у него сидела, по-моему, там в гостях. То ли она на лавочке сидела, там в садике, то ли, где. А это была, знаете кто? Которая с президентом Америки, которого убили, помнишь? Кеннеди? Кеннеди. Как ее звали? А что она с ним? Беседовала? Ну, она была приятельницей, подруга Кеннеди. В свое время. Такая очень красивая. Францландка. Ну, не знаю я. Ну, как же, я забыл. Ну, старые уже. Ну, это все, меня уже девушки не любят. Ну, ты ко мне хорошо относишься, да. Маша меня любит, уважает, обожает, говорит, что я придумал такую вещь, которая вообще нужна миру. Ну, и поэтому я, ну, не только поэтому, мы как родные души. Да, Маша? Конечно. Конечно. Да, что она еще может сказать? Друзья. Мы продвигаем. Продвигаем. Это прекрасный метод. Друзья. Совершенствуем. Я очень вам благодарен за то, что вы школу поддерживаете. Оказывается, в Ютубе, оказывается, в Ютубе не по моим желаниям или капризам, а по алгоритму Ютуба. Если вы не ставите лайки, если не ставите комменты, если вы просто пишите мне постоянно в личку. Конечно, я понимаю, вам не хочется, может быть, конфиденциальность свою показывать, но писать ко мне вот такие тексты благодарны. И чтобы этот кусочек хотя бы текста комментом не стоял, это значит не продвигать школу. Понимаете, друзья? А я пользуюсь каждой возможностью, чтобы красивого человека вам показать. То одного, то другого. То девушку, то мудреца, то физика, то хищника. У нас же много друзей. Я же вас со всеми знакомлю, и поэтому убедительно вас прошу, развивайте нашу школу Человек Будущего, потому что я собираюсь сейчас вам выдавать ещё более и более интересные контенты, и вы увидите, что скоро наша школа станет настолько необходимой каждому человеку, и школьнику, и спортсмену, и штангисту, и таксисту, и шахматисту, как я люблю говорить, всем. Так что Маша права. Всё будет очень интересно. Чем дальше, тем интереснее. До связи. Всего хорошего.